Следим за подготовкой красно-белых к сезону. Спартак в матче с Сочи показал, что уже хорошо готов к сезону. Прекрасно себя проявила группа игроков, которые надо доказывать право на место в основном составе. Бакаев и Мерзов организовали два гола еще в первом тайме, хороши были Игнатов с Мелкадзе. Соболев впервые сыграл в этом межсезонье и сразу отметился классным дальним ударом. Спартаковца в тот день вообще забивал исключительно красиво, еще один выстрел в девятку удал Самозесу. У четверки защитников и Максименко, а позже у Реброва, было немного работы, и задачи отыграть на ноль они справились. Рубин тоже начал Кубок Паре и матч премьер с победы. Команда Слуцкого победила Химке благодаря голу Хвича на 90-й минуте. Будущее Кварацхелии сейчас – главный вопрос для казанцев. Если главная звезда команду уйдет, то заменить его будет сложно. Хотя нового вингера Рубин уже купил, черногорца Хакша Абановича за 6,5 миллиона евро. Новичок был активен с Химками и даже мог забить, но подвела реализация. Также казанцы укрепились опытным защитником Игнатьевым из Локомотива и готовы продать шведа Старфельта в Селтик. Интересно, что обе команды скоро встретятся в первом туре чемпионата России. Так что сейчас весь вопрос в том, какие секреты оба тренера будут готовы показать на предсезонном турнире. Кажется, что Спартак при литории, хоть и под нагрузками, но здорово бежит в быстрой атаке, прессингует, у многих игроков есть мотивация проявить себя. Выбираем здесь победу Спартака за 2,00 в БК Фанбет. Также стоит отметить, что в прошлом матче у красно-белых залетело почти все, 4 гола из 5 ударов в створ. Это очень высокая реализация, так что здесь не стоит ждать такой же результативности. В БК 1Х ставка на тетал меньше 2,5 можно поставить за 2,03. Андрей Санталов